В эфире День города. Ежедневная информационно-аналитическая программа, в которой наши журналисты собрали материалы наиболее важные и актуальные. О самых важных и значимых событиях мы готовы рассказать зрителям в студии Оксаны Тебенихина. Небольшой анонс этого выпуска. От развития сельского хозяйства до подготовки к 160-летию со дня рождения Циолковского Олег Ковалев и Андрей Макаров побывали в Спаске Рязанском. Кем я стану, когда вырасту? В лагере актива «Пламенный» на базе санатория «Старица» стартовал молодежный конкурс «Профессии мечты». От развития сельского хозяйства до подготовки к юбилею Циолковского все эти темы обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Ковалева и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрея Макарова в Спаске Рязанском. В ходе рабочего визита в Спаске район губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров побывали в селе Новики. Там они посетили крупный птицеводческий комплекс «Отечественный продукт», где занимаются разведением гусей, ознакомились с условиями содержания птицы и ассортиментом готовой продукции. Комплекс был введен в эксплуатацию в начале 2015 года. В хозяйстве предусмотрен полный производственный цикл, включающий получение инкубационного яйца, выращивание молодняка, переработку мяса птицы. В настоящее время в четырех фермах общей площадью 7 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием, поголовье птицы составляет без малого 20 тысяч единиц. В текущем году в хозяйстве планируется увеличить поголовье гусей до 30 тысяч. Кроме того, дополнительно закуплено 3 тысячи уток, перспективных пород и 250 индюшат. Губернатор дал поручение оказать предприятию поддержку в реализации продукции. Им необходимо дать возможность в Рязани, в городе и в других городах Рязанской области дать точки, где они могли бы торговать своей продукцией. То есть это и полуфабрикаты, и готовая продукция, которую они производят. Потому что это как бы в дополнение к тому, что они осуществляют поставки в торговые сети. И, конечно, мы такую помощь и поддержку им окажем. В селе Деревенском глава региона Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров побывали в многопрофильном растении-водческом сельхозпредприятии «Агросоюз Спаск». Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, картофеля и овощей открытого грунта, кабачков, столовой свеклы, тыквы. В настоящее время предприятие является одним из основных поставщиков на российский рынок кабачков-цукини. Также Олег Ковалев и Андрей Макаров оценили ход строительства ФОКа в городе Спаск-Рязанский. Строительство ФОКа с бассейном планируется завершить в текущем году. На объекте выполнены практически все основные работы. Полностью подведены все инженерные коммуникации. Общая стоимость проекта, который финансируется из федерального и областного бюджетов, составляет более 142 миллионов рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 98 посещений одновременно. Он будет включать в себя бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, залы для занятий волейболом, бадминтоном, мини-футболом, настольным теннисом, силовыми видами спорта и фитнесом. Это качество жизни. Уделять внимание качеству жизни на селе, на самом деле, наверное, это третья по важности задача, которая идет. Но это включает в себя, естественно, и качество дорог. Потому что сегодня сельские дороги будут выделены в самостоятельный раздел дорожного строительства. И больше никто не сможет сократить деньги, которые передаются на сельские дороги, перебросив их на какие-то другие нужды. Олег Ковалев обратил особое внимание на организацию бесплатных занятий для детей и молодежи. В 2017 году планируется построить еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время за право иметь его на своей территории борются три районных центра. Мы будем смотреть по показателям, потому что, ну, вы знаете, все должно носить стимулирующий характер. Как развивается экономика, как работает социальная сфера. И уже, будем говорить так, на совете вместе с общественностью будем выбирать районные центры, в которые мы будем строить очередной ФОК. Комментируя итоги поездки журналистам, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров отметил, что на федеральном уровне принято решение о продолжении финансовой поддержки села и сохранении ее объема. 237 миллиардов, которые сегодня ежегодно поступают на поддержку села, в бюджете не дал тронуть премьер ни одной копейки. Они все пошли на село, и село дало отдачу. Реальный рост. А рост сельской продукции – это и продовольственная безопасность, и импортозавещение. В Спасском районе Олег Ковалев и Андрей Макаров также побывали в ОКском биосферном заповеднике. Посетили и музей основоположника космонавтики Константина Циолковского в селе Ижевском. Осмотрели экспозицию, пообщались с сотрудниками. В частности, речь шла о создании необходимой туристической инфраструктуры и подготовке к 160-летию Константина Циолковского, которая будет отмечаться в следующем году. Рязань в минувшие выходные снова оказалась затоплена. Сильнейшие ливневые дожди обрушились на город. Продолжалась ненастья недолго, но дискомфорта рязанцам доставила прилично. По правде сказать, такие подарки небес не переживались бы столь болезненно, если бы ливневые канализации справлялись с напором воды. Пешеходам приходится переходить улицу вброд, машины двигаются медленно и образовываются огромные пробки. Попадая в очередной природный катаклизм, горожане уже смиряются со своим невезением и потихоньку продолжают движение, не видя смысла пережидать ливень. Это что касается автомобилистов. Кстати, уходящий под воду асфальт таит немало ловушек в виде глубоких ям и открытых канализационных люков. И мало того, что мы рискуем стать владельцами личного катера, не выходя из авто, так еще и повредить в таком потопе своего коня легче легкого. Когда же свершится чудо, и городские власти решат таки проблему с ливневками, которые с годами пропускают все меньше жидкости, остается загадкой. Неужели ежегодное обещание включить этот пункт в бюджет так и останется пустым звуком? Обидно и добавить нечего. В рамках регионального молодежного проекта «100 вопросов к взрослому» состоялась встреча вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова с молодежным активом области. В мероприятии участвовали молодые ученые, педагоги, врачи, руководители молодежных общественных организаций региона. А днем ранее Андрей Макаров посетил музей Павлова, в котором праздновали яблочный спас. Подробности расскажет Алена Коколева. Поддержка льготников, продовольственная безопасность, выполнение социальных обязательств и другие вопросы, связанные с формированием бюджета. Эти темы поднимали представители общественных ветеранских организаций региона на встрече с председателем комитета по бюджету и налогам Государственной думы Андреем Макаровым, который приехал в Рязанскую область с рабочим визитом. Вопросов у рязанцев к председателю бюджетного комитета было немало. Интересовались мнением Андрея Макарова насчет обеспечения лекарственными препаратами. Спрашивали, сохраняются ли льготы, как работать с молодежью, как сделать медицину более качественной. Председатель бюджетного комитета Госдумы подчеркнул, что все государственные социальные гарантии при формировании бюджета будут учтены. Обсуждение развития сферы культуры, налоговые вопросы и заработные платы бюджетников стали темой диалога уже с творческой интеллигенцией, которые состоялись в Доме музея академика Павлова. Как отметил Андрей Макаров, исполнение государством социальных обязательств в отношении работников бюджетной сферы является приоритетным и средства на эти цели у государства есть. Указы президента Российской Федерации будут выполняться. Вопросы господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций поднимались в ходе беседы с представителями общественных объединений. Речь шла о реализуемых проектах развития правовой культуры и укрепления межнациональных отношений. Рабочая поездка в регион председателя комитета по бюджету Госдумы завершила встреча с молодежью в рамках регионального проекта «100 вопросов взрослому». Темы для беседы были самыми разными. От принципов и приоритетов формирования бюджета страны до отношения к книгам. Также студенты интересовались будущими перспективами развития российского образования и кадровыми переменами в руководстве профильного министерства. Мне кажется, это очень важно. И вот это решение президента, которое было принято по представлению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, мне кажется, оно очень важное. Но оно показывает две вещи. Первое, что слова, которые были произнесены председателем правительства, о том, что ни о каком сокращении ученых педагогического состава речи не идет и быть не может. Представитель студенчества региона интересовал вопрос о стипендиальном фонде распределения стипендий. По словам Андрея Макарова, размеры фонда не будут уменьшены. Что же касается его увеличения, то все зависит от работы с бюджетом и поиском ресурсов. Председатель бюджетного комитета порекомендовал студсоветам активнее участвовать в распределении стипендий, а также активнее помогать студентам в поисках подработки в свободное от учебы время. В лагере актива «Пламенный» на базе санатория «Старица» стартовал молодежный конкурс «Профессии мечты». Он направлен на привлечение интереса и формирование ответственного отношения у подростков и молодежи к выбору будущей профессии. В рамках конкурса состоялись мастер-классы, которые провели представители различных профессий. Дети познакомились с трудами парикмахера, медицинского работника, фотографа, журналиста, спасателя, ветеринара, эколога, следователя и других. На разных площадках лагеря развернулись настоящие курсы, позволяющие овладеть некоторыми из навыков профессий. Например, перед ребятами выступили одни из лучших поваров Рязани. Цель какая? Несколько рассказать, как готовить блюдо, а сколько показать, насколько одно и то же блюдо, которое они видят и знают и любят каждый день, может преображаться в зависимости от того, какая фантазия у повара. Детям показали, что тот же привычный для всех борщ можно приготовить и подать в нескольких вариантах с блинчиками, розовой сметаной, подкрашенной свекольным соком, с добавлением зелени. Научили детей готовить домашний паштет. На другой площадке развернулся мастер-класс врачебной практике. Доктора выяснили, знают ли дети, что нужно делать в экстренной ситуации. Все делали так, как надо. Потом мы одели на детей халаты. У нас был доктор, у нас была медсестра. Тут уже оказывалась профессиональная помощь. Подкладывалась шина, ее фиксировали, переносили в скорую помощь. Ну и все, показывали. На всех мастер-классах дети задавали вопросы, включались в интерактивную игру, своими руками прикоснулись к оборудованию, привезенному профессионалами. От презентации следователей-криминалистов ребята и вовсе не могли оторваться. Мне очень интересна работа следователя. Всегда была интересна. Криминалистов особенно. И вообще, я рассматривал такую возможность в будущем идти, ну, не совсем на криминалистов, но на судмедэксперта. То есть, расследовать преступления. Понравилось мне сегодня все здесь. А почему решила пойти? Потому что, ну, мне нравится смотреть всякие фильмы криминалистические. Вот. И всякие преступления интересные. Ребята поняли, что с такими профессионалами, как сейчас, преступнику почти невозможно уйти от наказания. Раскрываемость преступлений при современных технологиях достигает практически 100%. Конечно же, такие мастер-классы интересны, как детям, которые могут себя попробовать в какой-то профессии, определиться, возможно, с выбором будущей профессии. Так они полезны и интересны для нас. Потому что, конечно же, общение с детьми – это всегда интересно, приятно, познавательно и необходимо. И, кроме того, мы здесь себе подыскиваем будущую смену. Еще на одной площадке перед детьми разыгралось настоящее представление. С эмоциями, яркостью, реквизитой и настоящей актерской игрой. Здравствуйте! Здрасте! Свою профессию продемонстрировали работники Рязанского театра кукол. В неумелых руках она будет статичной. А если актер возьмет ее в руки, это будет прекрасное, замечательное зрелище. Она очень красочная, красивая кукла. Вот видите, и она вас благодарит за внимание. Помимо прочего, в лагере прошли и другие мастер-классы. Презентовали свою профессию и сотрудники МЧС. Дети сами могли выбирать, какой мастер-класс посетить. Ведь для многих, особенно более взрослых, это мероприятие может стать толчком к их будущей профессии. В минувшие выходные поселок Никуличи отметил свое 400-летие. Сегодня в Никуличах проживает много приезжих. Людей из разных концов страны. Со своим менталитетом, своими взглядами на жизнь. Кто-то, заселившись, сразу отгораживается от мира трехметровым забором, заводит собак. А другие, напротив, выбирая для проживания городскую окраину, ищут здесь гармонию с природой и самим собой, разочаровавшись жизнью в городских скворечниках. Несомненно, именно это и является основной отличительной чертой поселка. На гуляниях побывала и наша съемочная группа. Когда-то в прошлом это была деревня Никуличи. Ее название, по легенде, произошло от имени разбойника Микулы, который промышлял поблизости на Пронском тракте. Первое упоминание о Никуличах в летописях, по словам местных краеведов, относится к 1615 году. О приходящемся на этот год 400-летним юбилеем жители не забыли. В субботу здесь прошли настоящие народные гуляния. На свете свистечка, старинное село. Коллектив в ярких народных костюмах. Поют дружно и ладно, и называется группа Никулинка. По месту жительства ее участниц – поселку Никуличи. Жители далеко не каждой улицы, не каждого поселка способны объединиться и спеться так, чтобы давать концерты соседям. Вообще, этот поселок очень хороший, спокойный, веселый, люди добрые и очень здесь прекрасно. Мне лично нравится и всем моим родным. Как новый житель, может быть, так можно сказать, достаточно такие дружные отношения, доброжелательные. Если что-то где-то помочь, помогут. Ну, по мелочи, конечно. Я всю жизнь прожила в Никуличе, в Дорах. Это моя родина, я ее люблю. Здесь вот каждый уголок мне близок. Я здесь и школу закончила. Здесь вот я и работала здесь. И продолжаю работать. В истории этого поселка, как в капле воды, отразилась вся история России, говорят ее жители. Первое упоминание было 400 лет назад. Мы сегодня празднуем как раз в 400-летие. Но мы сейчас нашли другие данные, еще более старшие. Поэтому мы продолжаем искать те корни, которые нас питали. Поселок этот, по существу обычный поселок, который повторил судьбу города Рязань, судьбу всей нашей родины. Поэтому мы стараемся как-то сплотиться, в общем-то, чтобы наша жизнь была более разнообразна, более позитивна, потому что по-другому нельзя. Сторожилы рассказывают о временах, когда были в Никуличах своя баня, клуб, детский сад, ясли, поликлиника, почта, аптека и даже парикмахерская. Но эти блага цивилизации исчезли с началом перестройки. Сегодня на тихих улицах Никулича и жители Рязанского поселка выручают дух единства и взаимопомощи. Завершил свою работу Всероссийский фестиваль воздухоплавателей «Небо России-2016». В течение недели тепловые аэростаты выраздели воздушные просторы над Рязанью и областью в борьбе за Кубок России и Кубок Рязанской области. В начале фестиваля погодные условия совсем не благоприятствовали полетам, но уже со среды солнце улыбнулось пилотам, а также жителям нашего города, для которых в воздухе состоялось невероятно красивое шоу. Пилоты и судьи неоднократно отмечали привлекательность Рязанского региона для воздухоплавателей. Поймаки является очень удобным местом для полетов благодаря ландшафту и особой эрозе ветров. Кубок России выиграл Сергей Латыпов. Напомним, в преддверии фестиваля он сам изготовил из дерева воздушный шар, который должен был стать призом победителю. И в окончании он увез Кубок домой, выиграв спортивные соревнования. В финале фестиваля состоялось ночное свечение аэростатов. Несмотря на капризы погоды, в воскресенье пилоты попрощались с нашим городом до следующего года, когда в небе России вновь поплывут воздушные корабли. В России сегодня отмечают день главного символа страны – российского флага. Во всех регионах проходит торжественное мероприятие. По данным ФЦИОМ, половина россиян предпочитает использовать государственную символику в повседневной жизни. Флагами украшают окна домов, автомобили и одежду. С 2008 года с помощью триколора можно официально выражать свои патриотические чувства. По всей стране сегодня разворачивают российские флаги. Россия празднует день главного государственного символа. А волонтеры раздают сине-бело-голубые ленточки. В Рязани день российского флага отметили на площади Победы. Несколько десятков активистов пронесли 25-метровый российский триколор. Затем молодые люди исполнили гимн России и выпустили в небо трехцветные воздушные шары. Акция продолжилась раздача ленточек цветов российского флага и листовок об истории праздника. Российский триколор, какие мы его знаем, сейчас существует уже более 300 лет. Принято считать, что ввел его Петр I по аналогии с голландским. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», который был построен на Рязанской земле. Трактовка триколора такова. Белый цвет символизирует мир и благородство. Синий – верность, честность и целомудрие, а красный – смелость, мужество и любовь. День флага – отличный повод освежить в памяти историю государства и, наконец, запомнить порядок цветных полос и их значения. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok